Весенние листочки распускаются. Только что видел шмеля, довольно толстого. Но его особо не снимешь, он летает. Звонят колокола Троицкого храма, созывая прихожан на воскресную вечернюю службу. А я иду по улице Нугорской шоссе. И хочу снять небольшой ролик. На той стороне дороги находится Институт культуры, а также общежитие Института культуры, которое так хорошо отремонтировали, что я его с трудом узнаю. А можно даже сказать, что и не узнаю. Потому что в моей молодости оно совсем не так выглядело. А это очень красиво стало смотреться теперь. Даже удивлен, честно. Вот какое общежитие стало. И забор при нем интересный. В общем, два удивления у меня сегодня. 9 апреля 2023 года. Смеля впервые увидел за этот год. Не знаю, может, раньше видел, но что-то не замечал. И общежитие Институт культуры вот так отремонтировано здорово. Вообще, как будто новое здание смотрится. Там вот стоят мешки. Наверное, был субботник. Студенты собирали мусор. Видите, сколько набрали. А также возле здания Институт культуры тоже мусор. А тема вообще этого ролика. Прогулка по Троицкому кладбищу. Мне просто нужно зайти на могилы близких. И мимо так пройду по кладбищу. Приглашаю вас с собой. Кому это интересно. Здесь военная часть Троицкого кладбища. Там здание Института научный прибор. Вот шоссе Наугорское. Вот такое здание общежития. Там улица Лескова. Вот заходим. Пройдемся по кладбищу. Тут тоже мусор убрали. Вот так оно сейчас выглядит. Троицкое кладбище в этой части. А вот могила Гуртьева генерала. Памятник которому также находится на сквере Гуртьева. Здравствуйте. Памятник, памятник Гуртьева. Находится в сквере Гуртьева. Это его могила. Вы репортаж снимаете? Я блогер просто. А если блогер? Да. Обратите пожалуйста внимание. Давайте обратим. Значит, вот этот памятник генералу-майору установлен за счет сибиряков. Правда. Не жители города Орла и Орловском мире. На открытие памятника приезжал последний маршал Советского Союза Язов. Мир Тимофеевич Язов. И еще. Вот текст составляла. У нас школа просто имени Героя Советского Союза. И текст составляла Юлия Яковлева Петрова. Обратите внимание. Видите запятая пропущена? Да. Вот. Мы с Маргарат Николаевной, бывшим, сейчас и нет, к сожалению, она ковида умерла, бывшим руководителем школьного музея, ходили в мэрию, писали заявление на имя Данилевской, чтобы поставили запятую. Потому что Леонтий Николаевич был человеком образованным, высоко культурным. Ясно. И на родине Тургенева, простите, где берегите язык освобождения. Большое вам спасибо за это ценное замечание. Я думаю, те, кто смотрит мой канал, они прислушаются к этому. И возможно, ситуация будет исправлена. Чтобы они проголосовали за то, чтобы вот из пяти территорий для благоустройства, которые наша мэрия выделена, что благоустроили, благоустроили сквер имени Гуртьева. Ясно. Да, а вы знаете, что еще, что этот памятник в Утетича в сквере по личному приказу Сталина был воздвигнут? Ясно. Вы знаете об этом? Я лично нет. А вот я вот знаю. А вы знаете, что в этой 308-й дивизии Стрелковой, которая была разделена на две части. Одна осталась в Минске, одна в Калининграде. Они поддерживают части. И вот в этой дивизии в нашей, я почему-то не учитель в 20-й школе, Лукашенко был замполитом. Интересно. Спасибо за это ценное замечание. Интересно. Спасибо. Мне еще нужно подснимать, да. Самое главное, вы подчеркните, что мы должны сделать так, жители Орла, чтобы отреставрировали памятник Гуртьева. Вас снять можно, лицо ваше, можно? Да не, я, наверное, не причесана. Да не, вы красивые, к тому же это издали. Только ведро поставьте. Я памятник ему. Хорошо, понятно. Как вы? Орловский. Нет, у меня это нет. Я буква Z, одна. Угу, спасибо. Вот такие ценные дополнения, замечания и сведения нам сообщили. А также давайте пройдем дальше, поснимаем. Сегодня погода теплая, где-то плюс 15 градусов. Вот. Да, вот это разобрать. Ну здесь-то ладно, боксинг людям не уходим. Но, простите, мы уходим. Вот это как? Да, вот еще обращают внимание на несвоевременность уборки мусора. Что очень много мусора после зимы, и это нужно убрать. Особенно на воинском кладбище. Спасибо и вас с праздником. Вот. Вот такие замечания, соображения, воспоминания. Выглянуло солнце. Хорошо, когда тепло. Идем, иду вернее, по кладбищу. Воздух весенний, свежий. Летают птички. Галка сидит на ограде. Там виднеется здание завода Протон. Это Троицкий храм. Научи прибора, корпус. Там сейчас студенты учатся. Я помню еще, когда на рынке торговал, там эти производились. Маникюрный набор очень качественный. Пилочки, ножницы хорошие, щипчики. Я там закупался еще, застал это время, когда там опытом продавал научприбор. Это в 2000-е годы, вот эти маникюрные перчиндалы. Так, вон там туалет находится. Бесплатный, открытый. Бесплатный, открытый. Вот там туалет. Вот храм Троицкий. Там улица Лескова, улица Пионерская. А мы сейчас еще зайдем на могилу героя гражданской, господи, Отечественной войны 1812 года Ермолову. Сквер Ермолова находится в центре Орла, недалеко от улицы Посадской. Там же и памятник Ермолову на коне. Я его снимал неоднократно. Это старый памятник. Это могила. Кого-то. Пушкарев написано. Священник, может быть. Не могу прочитать. Федор. Федорович. А вот могила, вернее как, барельеф, посвященный Ермолову. Герой Отечественной войны 1812 года, генерал от артиллерии, Алексей Петрович Ермолов. 1777-1861. Ну так прилично прожил. Для тех лет это было. Для той эпохи это было. Конечно, ну, гранься, какой возраст. Приличный. В 1777 году, если родился. 23 года в том веке. И в этом 1861-23. 84 года прожил. Крепкого здоровья был человек. Очень даже. 84 года. Ничего себе. Дай бог каждому. Вот такая замечательная могила. Много с тех пор ушло времени. И доподлинно как-то сомнения у некоторых людей возникают. Но это я не буду говорить ничего. Это Кривида вам лучше расскажет. Так, там вот у нас прочая часть Троицкого кладбища. И сейчас мы выйдем на улицу Троицкого кладбища. И закончим этот ролик. Цветочки растут. Видите. И шмеля я сегодня видел. В общем, хорошая такая получилась прогулка. Ну и тему такую тоже по уборке затронули. Женщина подсказала моменты некоторые оформления Магилы Гуртьева. Вот в этой часовне можно упоминавление заказать. Обедник, там сорока уст. Через ворота не ходит. По-моему, такое обычае есть. Идем через калитку. И выходим на перекресток улицы Лескова и улицы Пионерской. И вот улица Лескова. В той стороне этот стадион Ленина. Титаник. Это территория больницы Мопро. Там улица Пионерская. В той стороне сквер Гуртьева и парк культуры отдыха. Вот. И все, наверное. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал из Орла. Всего вам доброго.